А мы с вами к празднику, который завершает череду августовских обрядовых, магических действий, которые называются дожинки. По сути дела, это конец жатвы. В этом очень много магии, в этом очень много ожиданий, в этом очень много именно такой семейной, родовой силы для того, чтобы собраться вместе и обеспечить благополучие на будущий год. Что делали? Что делали в дожинке? Обрядовое закручивание бороды. Борода закручивали сноп, последний сноп с приговором. Или делали залом, это сгибали и закапывали в землю колосья, так, чтобы все было закопано. И сюда же закапывали благодарение матери земли, например, вареные яйца. Изготавливали жмирную куколку, считая, что дух полей, полевик будет зимовать в этой куколке и сохранить свою силу на поле. И также очень важный обряд «Несение в дом последнего снопа». Он имел такое же важное значение, как первый сноп. Его точно так же молотили и добавляли в життя на следующий год. Вот такие вот обряды. Если кто уже получил новую книгу «Люди и духи», новую книгу Ольги Баяновой, и уже дочитал до августа месяца, то нашел бы там прекрасную сценку о том, что там происходило в дожинке. Ну что ж, значит, здесь что происходит? Здесь Гореведа, ведунья и жёнки. Слышь, Гореведа побежали к ведуньи жёнки. Полевика потеряли. Вот горе-то, как жить, будущее лето. Так, здесь рассказывайте всё по порядку. Зажимки самознатаж Гореведа прошли, как обычно. Начала Маланья, румяная жёнка старосты селения. Собрались девахи-дожёнки на общее поле, как положено, покатались по земле на спинах. Тебе, Полька, красота, нам легота. И полюшка эта приятна, и спины после жатвы не болят. Как снопы стали жать, так каждая старалась первой успеть, чтобы сделать первый сноп Ероху. Милорада благомирова жёнка успела первой. И ржошила всех жёнок этим снопом, как полагается, стукала, дожелала доброго урожая за крома. После жатвы я позвала всех на кашу саламатую и угощались шаньгами, маканами в тёплое масло. «Да уж подробно ты сказываешь с выходом из запечки!» продолжала хмуриться Гореведа. «Что сейчас на дожинах произошло?» «Сейчас-сейчас всё скажу!» Заторопилась, зачистила Маланья, но подробности пропускать не стала. «Как собрались мы на дожины, всю рожь стали серпами срезать, снопы урожай укладывать, а снопы все слоны складывать, сначала четыре снопа, потом три, потом два, потом один. Полевик-то хозяин поля, от которого будущий урожай зависит, при этом перебегает в нежратые места, а в конце, в последнем житии оказывается. Ну, чтобы полевика ублажить, да зимнюю избу ему оставить, надо последние растущие на поле колосья ржи взять в руку пычком, потрясти, подождать, пока полевик вверх перебежит, да перевязать под него, чтобы он в верхушечке задержался, а потом эту верхушечку и срезать. Так Маланья инноватно вгляделась в лицо Горелеты, так кивнула, сдерживая досаду на болтлинной распащице. Ну, мы так и сделали. Продолжала старостью ножонка жита, перевязали, чтобы полевик вверхушку перебежал, до силы урожая здесь осталось до будущей весны. Верхушку срезали, но только Милорада Ерошница приготовилась положить верхушечку на землю, прикопать ее, да цветы сверху уложить, чтобы полевому было приятно зиму зимовать. Какой-ой-ой-ой! Тут рассказчица не выдержала накала чувства, прослезилась на платок. Вытрясь, торопливо сказала Горелета, я поняла уж, не успели слова сказать важные. Тебе, поле, пахота, нам, селе, оликота. И крикнуть название нашего селения, как что-то с верхушечкой случилось, разметало ветром, что ли. Да, тут уж все женки, которые прибежали к еду, не зажидали в голос. Полевику дома не оставили, ему теперь негде зиму зимовать, он ушел с поля, а как мстить-то будет? А сила урожая будущего на ветер пошла, достанется какому-нибудь колдуну. Ну, дальше там волшебная история пошла, там был обряд по возвращению силы урожая поля, потом поля, дуна наказывали, потом полевика искали. Но не буду вам рассказывать, потому что наверняка вам захочется свежим взглядом прочитать эту книгу. А сама я с вами прощаюсь, мои дорогие. Благодарю, что вы были со мной.